Несмотря в каких пульсовых зонах вы занимаетесь сексом. Правильное питание в том числе и должно быть психологически неограничительно. Хочется съесть шоколадку, я съем кусочек. Хочется съесть пирог, ничего страшного, съем. И для того, чтобы это произошло, нам необходимо следить за питанием, и нам необходимо тренироваться. Мне больно делает мой близкий человек, постоянно намекая, что мне нужно похудеть. Всем привет, меня зовут Ольга Маркис, и я создатель школы «Идеального тела секта». И сегодня я отвечаю на вопросы Яндекс.Знатоков. Для начала необходимо провести анализ, для того, чтобы выявить те вещи, которые становятся проблемой. То есть сложно начать меняться, если у тебя нет проблем. Но иногда мы просто закрываем глаза на что-то. То есть кого-то мотивирует внешний вид, кого-то мотивирует отсутствие энергии, отсутствие продуктивности, плохое самочувствие. И вот можно сесть и прямо выписать те вещи, которые не нравятся, для того чтобы это стало первым шагом, именно мотивом к изменению. И прописать, к чему хотелось бы прийти вместо этого. Второй шаг — это составить план с учетом циклов мотивации. То есть многие люди, у них нет проблем с тем, чтобы мотивировать себя. Они очень хотят вести более здоровый образ жизни. Но когда они начинают, они через какое-то время перегорают. У них кончаются силы. И необходимо составить новый план с учетом циклов мотивации. Знать, какое время длится тот цикл, когда вы можете уделять этому вниманию действовать активно. Перераспределить силы правильно, с учетом своего режима, своей загруженности, выстроить план действий не только на ближайший цикл мотивации, но и на следующий, и на следующий. Распланировать год таким образом, чтобы постепенно, не одним нахрапом, как многие привыкли, а постепенно построить более здоровый образ жизни по небольшим кирпичикам. Есть какое-то дело, вы загораетесь им, хотите чем-то начаться. И если все получается, то вы попадаете в поток. Есть такая книга «Поток Михаил Чиксинг Михаил». Поток — это когда ты выполняешь возрастающие по сложности задачи, и у тебя получается. То есть твой скилл растет, соответственно, возрастанию сложности задач. И вот когда в теле, ну, например, ты прикладываешь какие-то усилия и видишь результат, ты попадаешь вот в этот вот поток мотивации и можешь продолжать. Но в какой-то момент тело, так как оно имеет ограниченные адаптационные возможности, человек выходит на плату, и какие бы усилия он не применял, тело не откликается таким же образом. То есть его усилия не показывают прям пропорциональных успехов. И человек бросает. Или в какой-то момент он продолжал, продолжал, потом бац, заболел или на работе оврал. И он оставил этот процесс, и ему кажется, что он выпал. То есть мотивация заканчивается тогда, когда человек выпадает из потока. Но если проанализировать свои прошлые циклы мотивации, можно найти некие закономерности конкретно своего характера, всех своих циклов мотивации, что тебя выбрасывает из процесса. И можно работать блоками по неделе, по две недели, по три недели. И эти блоки будут полезнее, чем ты один раз начинаешь навсегда и через месяц бросаешь совсем. Лучше начинать сразу же на две недели и знать, что после этого ты подводишь итоги, ты получил вот этот вот эффект свой короткий, дальше расслабился и не загоняешь себя продолжать, если у тебя такие недлинные циклы мотивации. Первая привычка, которую я бы рекомендовала всем взять на вооружение, это сытный, несладкий завтрак. Это помогает, особенно тем, кто много работает, есть такой принцип питания, обратная пирамида. И завтрак является основой вот этой вот пирамиды. Мы можем заложить туда большинство нутриентов, которые нам нужны, и углеводы медленные, то есть это может быть греча, это может быть даже цельнозерновой хлеб, яичница. Мы об этом чуть позже поговорим о лучших завтраках. Но вот этот вот сытный, плотный завтрак, который составляет чуть ли не большую часть калорий, это действительно отличная привычка. И тогда есть больше вероятности, что вечером вы не будете переедать. Если научиться питаться полноценно, выстраивая всю необходимую калорийность по примеру пирамиды, то вечер будет легким, пищеварение будет отдыхать, и для организма это хорошо. Вторая привычка – это 5 минут зарядки по утрам. Пускай это звучит немного банально, но зарядки эти бывают разные. То есть можно 5 минут сделать высокую интенсивность для того, чтобы запустить, как раз дать немного стресса организму, для того, чтобы был адреналин, для того, чтобы все обменные процессы активизировались с самого утра. И третья привычка – это подниматься пешком по лестницам и ходить пешком. Для того, чтобы ваш организм был более здоровым, необходимо больше двигаться. К движению привыкаешь. Организм начинает просить этого. Но до этого надо немножко постараться и, например, гулять в день от работы до дома побольше, всегда дышать свежим воздухом. Исследования показали, мы недавно были на конференции в Праге, что даже в загрязненном, загазованном городе использование велосипеда более полезно, чем неиспользование его. Похудеть с помощью одних тренировок невозможно. И это давно доказано наукой. Тренировки меняют качество тела и меняют то, что мы называем здоровьем. То есть то, насколько наш организм сильный и отдельно его части, и все в целом. Поэтому человек, который говорит, я хочу похудеть, по сути дела, он вкладывает в это не просто потерю веса, потому что потеря веса, это в том числе может быть и что-то крайне нездоровое, как опущение органов, например. То есть нельзя просто говорить, что я хочу похудеть и буду делать это с помощью питания. Нет, когда мы говорим, что я хочу измениться к лучшему, мы имеем в виду, что мы хотим стать более атлетичными, лучше выглядеть, соответственно, лучше себя чувствовать. И для того, чтобы это произошло, нам необходимо следить за питанием и нам необходимо тренироваться. Для того, чтобы там тренироваться дома, надо тренироваться, ну, для того, чтобы прокачивать пресс, работать над проблемными зонами, ну, то есть все то, что, собственно, входит в нашу цель, необходимо такая вот правильно составленная программа. И опять же, если мы говорим о съемке, ну, как бы о выполнении по видео или по плану, важно, чтобы это была правильная техника. То есть это всегда остается на стороне человека. Если вы тренируетесь дома, тренируетесь перед зеркалом, слушайте все указания по технике, потому что техника — это важно. Наше тело адаптируется, выстраивает атлетичные, ну, атлетичные вот эти мышцы, которые вы хотите, когда вы ставите перед ними задачи — выполнять эти упражнения с определенной техникой. Тело говорит, какие мне должно быть, чтобы выполнить эти задачи? Вот такие мне мышцы нужны, они должны быть сильны. А жир тут совсем не нужен, он просто станет источником энергии. И питание, оно должно быть соответственным. Если вы будете слишком мало есть при этом, то организм не будет отдавать лишний жир, потому что он будет думать, что вам нужны запасы на черный день. Есть надо достаточно. И достаточно по всем нутриентам. Как только ты учишься есть ровно столько, сколько нужно, чтобы утолить голод и сделать это с помощью всех нужных нутриентов, тогда приходит абсолютная гармония метаболизма. И лишнее не откладывается от каждого пирожка съеденного. То есть, если все, что вы едите, вы прямо знаете, что оно остается на боках, это возможно, потому что когда организм в режиме голода, и он действительно накапливает лишнее. И для того, чтобы это не происходило, нужно повышать калорийность рациона. Но при этом, как бы, все равно для снижения веса нужен небольшой дефицит, но который не ощущается голодом. То есть, ваш дефицит, он не ощущается голодом. Вот это вот очень важно заметить. Тема с близкими людьми и с их лишним весом часто всплывает с другой стороны, когда к нам приходят люди и говорят, как мне больно делает мой близкий человек, постоянно намекая, что мне нужно похудеть. Вот эта боль и то, что кому-то другому надо сильнее, чем мне, она, конечно, очень опасна. Иногда нужно принять, что лучшее, что мы можем сделать, это отступиться и создавать среду. То есть, ты сам иногда должен изменить свой образ жизни, чтобы твои близкие меняли его вместе с тобой. Это и рацион всей семьи, это и подвижный отдых с тем человеком, которого ты любишь. То есть, это все, что мы можем сделать, это показывать своим примером и стараться как-то облегчить вход для человека в этот образ жизни. Я сторонник простого питания. Мой любимый завтрак — это глазунья с черным хлебом, три яйца, два или три куска хлеба. То есть, достаточно сытный завтрак с сыром, с творожным, с огурчиками, помидорами. Это действительно дает энергию, силу, и многие люди стигматизируют хлеб, не надо этого делать, это отличный источник энергии. Второй — это греча с сыром великолепная, очень вкусная. Еще если есть козий сыр мягкий, опять же, зелени, всегда добавляем овощей, тогда завтрак действительно сытный. Ну и, конечно, классическая овсянка. Просто заливаем кипятком и добавляем туда что-то тоже не сладкое. Это могут быть семена кунжута, это могут быть орехи, это может быть, опять же, сыр. И все получается очень вкусно, быстро и сытно. Я без кофе не начинаю день. Если вы любите кофе, если вы любите чай, делайте это без сахара. Сократите количество молока, потому что все равно в молоке лактоза. Если вы любите кофе с молоком, иногда достаточно всего лишь нескольких капель вместо вот такого количества, которое нам наливают. То есть я всегда прошу в кофейниках, чтобы буквально капельку плеснули. Потому что есть у этой концепции достаточно широкой, есть две крайности. Первая — это орторексия, когда человек старается свое питание настолько вычистить, что в него не попадает вообще ничего. То есть это может быть... Можно пойти в чистое питание и в сыроедение, в моно-сыроедение, в моно-эко, когда там один фермерский помидор ты ешь раз в час, не смешиваю с другим. То есть человек в стремлении к очищению своего питания может дойти до очень глубоких крайностей. И ни в коем случае, не умаляя усилий этих людей, хочется сказать, что, пожалуй, самый большой минус этой крайности, что человек попадает в некую социальную изоляцию, когда он очень много времени и сил посвящает именно своему питанию. Питание должно быть удобным для человека. Кому-то удобно питаться так, но все-таки это тяжело. И вторая крайность, если арторексия с суперчистым питанием на этой стороне, то на другой стороне, когда, например, человек веган или вегетарианец, и он не ест мясо, но при этом ест высокообработанную еду, то есть какие-нибудь там веганские сладости, сухофрукты. Ну, то есть это не питательная еда, которая не содержит всех необходимых элементов. Конечно, он не ест достаточно там бобовых, достаточно сложных углеводов, потому что это тяжело, не везде это не всегда можно найти. Питание становится однообразным, но человеку кажется, что вот это питание здоровое, да, и нету такого, что человек вот должен определённое, ну, что-то вот определённое есть всю жизнь. Оно должно быть достаточно разнообразное. Ну, должна быть свобода, что хочется съесть шоколадку, я съем кусочек, хочется съесть, там, пирог, ничего страшного, съем, потому что большая часть рациона, она состоит из хороших, качественных продуктов, и тогда вот все эти десерты, они не являются хоть сколько-нибудь значимыми в общей статистике, это теряется. Вот, а люди часто как бы правильное питание воспринимают как исключающие те или иные продукты. Правильное питание в том числе и должно быть психологически неограничительным. Да, здесь этот вопрос, он на самом деле очень классный и очень актуальный для многих людей, потому что есть большое желание вести здоровый образ жизни, есть интересы, есть привычки, и кажется, что вот ты отказываясь там от бара, от вечеринок, от алкоголя, ты вычеркиваешь очень большой ресурсный кусок своей жизни, который на самом деле приносит тебе радость, в котором ты отдыхаешь. Ну, а когда тебе говорят там «сходи побегай», ну, это совсем не то изначально. И поэтому я предлагаю всегда попробовать проанализировать, опять же, что тебе дает именно алкоголь на этой вечеринке. То есть какое именно чувство хочется получить. То есть там в вопросе в этом было и про субботнее похмелье, что очень важно. Иногда человек не может себе позволить в субботу нормально полежать и расслабиться, если у него нет похмелья. А если у меня похмелье, я обездвижен, я точно никуда не пойду, и я позволяю себе в этом быть. То есть иногда вот это вот желание просто быть нефункциональной единицей, оно для нас важнее, чем какое-то веселье на вечеринке, которое дает алкоголь. Смотря в каких пульсовых зонах вы занимаетесь сексом. И если вам это важно, то нужно прокачивать соответствующие пульсовые зоны. Например, если вы занимаетесь быстро и интенсивно, то можно заняться высокоинтенсивными тренировками, интервальными, хит. Если вы любите долго в аэробной зоне, то вам как раз поможет бег на низком пульсе. Ну и если вы любите какой-нибудь изощренные позы, которые требуют удержания, долгого, можно заняться йогой и статодинамическими практиками, там, где долго удерживаются те или иные асаны. Если нужно расслабиться, и получить удовольствие, то очень помогает инь-йога с долгим удержанием асан на расслаблении. Потому что действительно практики спорта могут прокачивать нас очень глубоко. Да, вообще расстройства пищевого поведения, которые можно назвать и ограничительным, есть и крайности, как анорексия, есть булимия, как такие, как бы самые известные людям болезни. Но в основе всех лежит все равно зависимое поведение, наше неумение проживать эмоции, очень сильная чувствительность, когда все выбивает из колеи, но в то же время все очень хочется заполнить пустоту внутри. То есть там вопрос есть про людей, про проявления другие этого зависимого поведения, даже когда это не касается питания. И здесь очень важно научиться работать со своими эмоциями, развить эмоциональный интеллект. Каждый раз, когда возникает внутренняя тревога и желание заполнить эту пустоту, необходимо определять, что стало причиной. Изначально это может продолжаться, то есть может продолжаться и переедание, и проявление зависимого поведения в отношениях. Но чем больше ты работаешь и отслеживаешь источники тревоги, вот эти триггеры, становится понятно, какую эмоцию. Ты определяешь не триггер и эмоцию, обида, например, злость, тревога, страх. И когда ты вот эти вот чувства раскладываешь по полочкам, смотришь эмоциональную реакцию тела, потому что все это естественно, как бы наше тело реагирует обидой вот здесь в груди, реагирует страхом определенное напряжение в спине. Вот все эти вещи, когда ты определяешь и перестаешь попадать в воронку этих чувств, которые хочется просто прекратить. Вот я чувствую все это, мне хочется просто прекратить, убежать, сделать это, с этим человеком пообщаться, съесть этот пирожок в надежде, что это поможет нам чувствовать себя более комфортно. А эти чувства надо научиться определить, прожить и выйти из него, не применяя никаких внешних вещей, людей и так далее. И это большой путь. Кто-то может пройти его с психологом, есть анонимные группы переедающих, зависимых. Мне очень нравится 12-шаговая программа, где одни зависимые помогают другим зависимым. Все понимают в этих сообществах, какие чувства люди испытывают. Поэтому попробуйте обратиться за помощью, если не получается. И эта помощь, она должна быть регулярной, раз в неделю, обсуждать все важное, что произошло, какие события. Иногда взгляд со стороны помогает увидеть причинно-следственные связи. Ну и нету такого способа, чтобы раз и забыть навсегда о своей зависимости. Надо научиться с ней жить, понять, что вот вы такой чувствительный человек, и теперь вы с этим новым знанием перестаете хотеть быть как все неуязвимые, сильные, те, которым ничего не надо. Ну признание своего бессилия, что вот такой вот ты может открыть не только инструменты для того, чтобы жить нормально, но и какую-то творческую глубину, которая поможет вам найти свое место в этом мире. Сегодня я ответила на вопросы пользователей Яндекс.Натаки. Мы делали упор и на психологию, и на физиологию, и на вопросы про образ жизни в целом. Если у вас еще остались вопросы, я буду рада на них ответить, задавайте в моем профиле. у нас у нас лимонный использовала голодом, забыли, из вы под вы вместе с лимонным шутб с и